всем доброго времени суток с вами канал artmania и у нас третий день в отрадном третий день мы обходим библиотеки сегодня так как любим халявные книжечки разные особенно я и муж тоже любит я люблю старые книги очень 60-х годов мужа целая библиотека и тут и дома вот сейчас мы вчера мы были в одной библиотеке старая закрыта сейчас идем в третью мы подходим здесь детская поликлиника была когда-то здесь у нас комплексный центр социального обслуживания населения восточного округа восточного округа даже вот это да красиво звучит восточный округ елочка тут такая размахистая такие не веточки смотри какие веточки не красивые прям такие такую рисовать можно низу беленькая покрасили наверное да покрасить дорога плохая восточного округа кажется как будто я в америку попала там тоже всякие да здесь кстати мы сосульки обходят там ленточкой перекрыты давай мне руку под этим отвода на так все время на так далеко находилась время на так далеко находилась мы все время шли так долго далеко вот тут он рядышком восточного бербанг там где-то магазин и тройка есть да да и там я покупала лимонад маленький бутылочки малюсенькие коллекционные они не только в коллекции стоят где-то у мамы там что там света не видать особо выкидывают вот так вот библиотеки книжки которые никто уже давно давно не берет не читает или где я куда должна спрятаться там проезжает тогда я тебе ну давай ну давай может что-то разобрать аааа что там начинается Продолжение следует... Продолжение следует... В детстве надо было заглянуть в окошко, может там что-нибудь лежало. Трехэтажный. И на верхом этаже жить не будешь, крыша может течь. На первом холодном. Только на втором жить. Дом молодежных организаций. А там что же на той стороне? В больнице там? Дом молодежных организаций. Нинтересно. Нинтересно. Что дворами? Не хочу я под крышей. Дворами говорю, пойдем. Под крышей ходить. Сейчас снять свалится. И все. Кердык башка будет. Все равно же гуляем. Что тут заборчик? Заборчик тут что-то. А, вон там. Я думал, как люди перепрыгивают, что ли. Перелазят. У них тропинка, слушай, тут. Кому обходить-то не хочется, смотри. Тропинка. А, да. Тут прям козырек. Ух ты, какая лестница, смотри. Что-то случилось, как-то. Ну, не знаю, как-то так. Как-то так. Как-то так. Аж прям пробило. Не знаю, как-то тут так. Аж пробить можно было. Вроде здесь-то, наверное, металлические. Ну, лес, наверное, кто-то. Видишь, она тут прикреплена и там только прикреплена. Может, снег падал какой. Наверное, снег тяжелый, Жень. Я, Мария, а вы откуда? Не откуда, из дома. А зачем вы снимаете? Для себя. А зачем? А мы снимаем вот эту лестницу. Ну, а для чего? Какая цель у вас? Просто так, а что? Ну, просто так, ничего не бывает. Поднимитесь к нам сюда. Зачем? Ну, мы поговорим, если вопросы есть. Нет вопросов. Гуляем просто. Ну, как-то вы снимаете такой участок, который у нас вчера только произошел. У меня сразу возникает вопрос, на чего? Просто так? Да мы сами только первый раз. Вот мы тоже поувидели, думаем, что такое случилось. Если вам интересно, поднимитесь, мы побеседуем. Да нет, спасибо, неинтересно. Ну, думаю, наверное, кто-то слышит. Ну, просто раз заинтересовались, значит, вопросы какие-то есть. Нет вопросов. Нет вопросов. Посмотреть лестницу нельзя, что ли? Это только вчера, оказывается. А я думаю, как они живут? Наверное, снег сошел. Я тебе говорю, снег сошел. Наверное, кто-то лез. Что? Ты прям остановились около лестницы полюбоваться. Сразу заметили. Как они сразу заметили? Только вчера побеседуем. Вопросы зададим. Какие вопросы, какие беседы. Что будут беседовать? За этой лестницей, что ли, подниматься туда? Здравствуйте, мы по поводу лестницы. Там тоже, да. А то сейчас еще с этим снегом нам пристанут. Участки снимайте. Друзья даже не заметила. Я думала, что она от меня хочет. Видели лестницу, остановились, посмотрели на нее. Интересно же. Когда авария произойдет, тоже ведь на машину останавливаешься, смотришь. Думаешь, как такое могло произойти. Ой, ой, ой. А ты еще поднимитесь к нам, побеседуем. Зададите вопросы. А какие думают? Я думаю, что поднимусь я сейчас. А нам, может, думать, не пойти в какую-то газету. Наверное, я так поняла, что подумали. Я думаю, какие я буду вопросы задавать по поводу лестницы. Блин. Могла я так крикнуть. Скажет, там вчера упал снег. Все. Ну что, я из-за этого ответа буду подниматься сейчас на второй этаж. Я и сама знаю. Либо кто-то поднялся, либо снег упал. Она думает, раз вчера произошло, кто-то кому-то донес. Ой. И уже сразу пришли с камерами снимать. Для себя. А зачем? Просто так. Просто так не было. Все, где-нибудь потом в Ютубе найдет. Себе надо было еще камеру на нее навести. Вась, ой, 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 ой. Я осторожно стараюсь. Не поворачивай, надеюсь. Сейчас уж блогеры везде ходят с камерами. Каждый участок. Все. Наверное, теперь этой лестницей займутся в ближайшем рюте. Страхи скажут. С камерами приходили. На камеру снимали. В поликлинику лазили здесь. Вот эта лестница стоит нормально. Не заберешься и нахребень чердак. Поднимитесь к нам. Обсудим. Что нам обсуждать эту лестницу? Нет, какая разница, что у вас там с лестницей? Что обсуждать эту лестницу? Мне как будто обсуждать больше нечего. А ты ее саму засняла? Да нет, я не стала поворачивать. Я думаю, сейчас скажут случайно. Поднимайте меня. Ну да, да, да. Я думаю, я лучше разговор весь запишу, пока стоят. Надо было сделать вид, как будто я ее отключила. Навести меня. Сказать, я ее отключила. За себя? Зачем просто так? Ну что, на лестнице полюбоваться нельзя, что ли? Кто-то полз тяжелый. А как увидел-то она быстро? В окно выглянула, что ли? Как там? Надо стоять у кулака на, что ли? Так долго? И ждать, пока кто-то из камеры придет. Так, это мы что, вышли в Парк Победы, да? Да. Вот мне теперь там... Сейчас перейдем. Я думала, мы через него пойдем. Давай перейдем. Вот, в поликлинике лестница стоит нормальная. Ну, пойдем, вроде бы. А, тут мы перейдем? Сейчас перейдем. А вот у них лестница только вчера произошла. Ну, если не слой, то лестница. Только вчера все произошло, а тут уже мы с камерой сегодня пришли. Вот она, видать, напугалась. Ну, наложил бы еще дефицит. Вот она и напугалась. Как бы не оштрафовали, наверное, что, не знаю, чего они боятся. Ну, лестница и лестница, вопрос. Поднимитесь к нам. Ты где? Тут. А что стоишь там сзади меня? Куда пойдем? Ну, давай вот так. Ну, я хотела через парк, но тут что-то дороги-то нет. Ну, давай обойдем, может, тогда. Давай обойдем. Через парк хочу пройти. Ой, как оно красиво. Ой, какая красота. И посячили. Значит, боятся. Так, у нас парк Победы. Я помню, когда в Кемерово пожар-то был и погибло. Здесь вот цветы и здесь игрушки. А-а. Здесь вот все было завалено. Парк Победы у нас. Елочки. Все так красиво. Красиво. Так, смотри, Женя. Какая тут красота. А летом, как красиво. Да? Да. И памятник такой красивый. Парк Победы же, да, по-моему, там написано? Или сквер. Ну, центральный парк. Сейчас, не знаю. Парк Победы. А он там палец. А, нет, это сквер в солдатские письма. А, там разные Победы были? Да, да. Как-то, конечно, в солдатских письмах. Ну, да, да, я что-то мне говорю, я вспоминаю. Там мы птичек раньше кормили. Сейчас что-то Женька мерзнет у меня вечно. Не может стоять, ждать долго, пока я накормлю птичек. Красиво, да? Сфотографировать. Надо было мне еще фотоаппарат достать, сфоткать. Было бы у нее тысячи вопросов еще больше. А мы у нас вопросы с вами обсудим. Боятся, да. Боятся. Вот так ходишь с камерами везде. Все записываешь. Все видишь. Все смотрят, все видят, как живут другие города. Снег сойдет, сейчас грязь наступит. Мусор везде будет валяться. Другие города будут видеть, как живут остальные города. После зимы. Да? Телевизор скоро не нужен будет. На ютуб-канал зашел, посмотрел, как другие живут. Смотрел один в локусы, понял. Красиво там. Как я банки не зашел. А-а-а. Чешь ты. Ну ладно, теперь чешь. Вот в атмосфере банкомат, по-моему, есть там. Слышишь? Тебе как арабит здесь? Вон, по-моему. А, домик. А, там еще дорога, смотри. Березовая роща. А, слушай, вот же был вход. Могу с тобой не обходить. Слышишь? Тут вход вон, окрасит там. Весна. А осень, не помнишь, как тут осень красивая? Листочки лежат. Желтенькие. Тихо. Как тихо, ой. Надо было замизиться пока тебе. А тир? У вас тир вообще работает? Да, конечно, работает. Он летом не работает? Нет, не оттуда он не работает. А, вообще? А, вообще? Так, ну и вот то, что я купила. Тайская сказка, новинка. Здесь у нас кукурузные ржаные хлопья, которые заливаются водой, типа как мюсли. Вот. Кориандр. Тест-пачка, они по 8 рублей здесь стоят. Цельный. Чай вот такой вот. Уже немножко сложила я. Вообще укрепляю счет в подарок. Где-то 50 рублей там стоила. Лампочка. Скажу. 80 рублей. За свою люфтку. И конфетки. Такие любил у меня дедуля. Уже одну пачку. Один мешочек уже покупала. Попробовала. Изредка можно поесть. Как коробка, напоминаю, как... Нет, как коробка и помадка вместе. Понравился мне. Вкусненькие. Не те, конечно, как в детстве были. Уже изменились. Но все равно иногда можно поесть. Иногда хочется. Школьные называются. 171 рубль за килограмм. А так 60 рублей за 350. Это 50 грамм. Остальное там... Такую большую сумку повезем. Много продуктов. И продукты, и вещи всякие. И фиг прайс ходили. Сегодня третий последний день. Завтра едем домой мы. Вот. В принципе, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok